Звуки Средиземья 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 количество. Мы пытались что-то сделать, но это не сработало. И как-то раз мы сидели, пили пиво, а на стойке лежала крышка от бутылки. Мы собрали все эти крышки и надели их на ноги. Мы привязали их к подошвам и в таких получившихся шиповках вышли на улицу. Мы пошли на студию Стоун Стрит, вся команда, это было здорово. Там мы записали сами себя, как бегаем туда-сюда и издаем отки странные звуки. Пещерный тролль. Пещерный тролль – это комбинация тигра и моржа. Мне пришлось создавать его дыхание, используя звуки двух разных животных. Для вдоха лучше всего подошел тигр, а выдох в итоге получился от канадской рыси. Таким образом, я создал эти звуки дыхания. Вдох тигр, выдох рыси, вдох тигр, выдох рыси. А затем есть момент, когда пещерный тролль осознает, в общем, осознает, что он смертен. И как раз в этот момент мы изменили озвучку пещерного тролля полностью. С агрессивной или уставшей, но очень печальною. Голос смертельно раненого моржа. Балрог. Питер так описал Балрога. Это не создание из плоти и крови. Это по существу тени пламя. Я предполагаю, что он состоит из камня и лавы, поэтому нужно было создать очень естественное органичное ощущение камня. Я подумал, что неплохо бы попытаться извлечь рык из камня. Такой ужасный, низкий, скрижащущий рев. Я записывал скрипт шлагобетонного блока по деревянной поверхности где-то с час. Это на самом деле можно услышать. Я полагаю, это похоже на скрижет камня. Звуковые эффекты для моря были записаны в этих старых туннелях, прорытых в расположенном над Веллингтоном холме. В этих удивительных туннелях было бесконечное эхо. Мы взяли запись пещерного тролля и проиграли ее в туннеле с компьютера через колонки. Это позволило нам получить звук, который Дэйв придумал для тролля, в этом естественном окружении, очень похожем на то окружение, которое мы видим в фильме. Таким образом, мы озвучили орка в море, балрога и пещерного тролля. Все это мы записали там, проигрывая звуки через колонки. Призраки кольца Призраки кольца были очень сложной задачей. После одного из последних прослушиваний, когда мы закончили, Пиджей повернулся ко мне и сказал, нам нужно что-нибудь для призраков. Здесь нет ничего, что пригодилось бы. Они не страшные, они не ужасают, они не работают. Из всех элементов, которые у нас были, мне нравился только один. Я проиграл для него этот фрагмент, и он сказал, Френ может так кричать. Мы привели Френ в студию для записи шумов. Она встала, набрала побольше воздуха. Крик Френ Уолш. И выдала самый ужасающий вопль, который я когда-либо слышал. Он просто сбил меня с ног. В итоге это стало важным элементом образа призраков кольца. Это в значительной мере позволяет им обладать такой пронизывающей сущностью. Кольцо. По сценарию, кольцо является тоже своего рода персонажем. В нем есть сила, эффект присутствия, энергия. Когда я и Питер пробовали различные звуки для кольца, мы старались использовать в основном более вещественные, материальные звуки кольца. Все закончилось тем, что у кольца появился настоящий голос. У этого голоса разные интонации. Кого-то оно соблазняет. Для кого-то оно может звучать как голос, например, любимого, или что-то похожее. В итоге, постоянный актер озвучивал кольцо в течение всего фильма. Алан Ховард произносил закадровый текст, написанный Филиппой и Френ. Он выучил множество фраз на черном наречии. Дополнительная запись диалогов Дополнительная запись диалогов Кто самый могущественный? Мы намереваемся записать, точнее перезаписать 90% диалогов, что намного больше, чем обычно. Но у нас тут есть куча проблем, которых нет в других фильмах. Из-за величины проекта мы были разбросаны по нескольким павильонам в Веллингтоне. И по неизвестным причинам несколько павильонов были расположены очень близко к аэропорту. Мы записываем диалог, и когда получаем его окончательно в свое распоряжение, или просматриваем эпизод вечером, то вот вам, хм, милый эффект самолета во Властелине колец. Было забавно наблюдать за съемками, потому что время от времени актеры останавливались, чтобы пропустить Боинг 737-й, взлетающий буквально в 50 футах от них. Они ждали, а затем просто продолжали. Элэй Джо Вудфродо Мы знали, что на стадии производства мы вновь окажемся в студии, чтобы перезаписать все диалоги. В сценах с Галадриэль было несколько моментов, снятых на скорости 33 кадра в секунду. Это было сделано для того, чтобы создать впечатление сказочное, ускользающее, не совсем реальное. Таким образом, у нас была замедленная съемка, сопровождаемая диалогом на нормальной скорости. Движение губ должно было быть синхронно. Актеры должны точно произнести реплику, чтобы фраза совпала с движением губ на экране. Когда мы перезаписывали диалоги, эти кадры были успешно ускорены. Что было, что будет и то, чему еще не дано свершиться. Чтобы выглядело так, будто они сняты на скорости 24 кадра в секунду. Когда Галадриэль проходит испытание кольцом и превращается в темную королеву, это снималось на скорости 48 кадров в секунду. Здесь мы имеем стопроцентное ускорение. Кейт Бланшетт произнесла реплику в ускоренном темпе. Камера? Оригинальная запись диалога Кейт Бланшетт на нормальной скорости 24 кадра в секунду. Когда мы воспроизвели это в замедленном темпе, все равно присутствовала нужная модуляция, ритм и форма. Кейт Бланшетт на нормальной скорости 24 кадра. Все эти элементы собираются вместе, затем создается звуковая дорожка к фильму, а затем монтажеры звука обрабатывают все это, добиваются хорошего звучания, добавляют музыку или убирают музыку эффекты шумы. Делают громче, делают страшнее. Так что вы подпрыгиваете в кресле. Как раз то, что нужно для хорошей звуковой дорожки к фильму.